Ну давай обсудим, как в амёбах выбрать один из двух ответов. Есть разные стратегии, как в амёбах выбрать корень из двух. Ну то есть там задача такая, там вот есть одна амёба, и она с вероятностью одна четверть погибает, а с вероятностью три четверти она делится на две амёбы. Вот, это не совсем дерево я рисую, да, ну как бы вот, это не совсем дерево, да, то есть как бы отсюда ведут, и вот, то есть надо понимать, что это не то вероятностное дерево, к которому мы привыкли, да, то есть на самом деле вот так нехорошо, да, чтобы отсюда вело. То есть у меня тут стрелочки, ну то есть это не классическая вероятность дерева, это какая-то схемка, вот, что может произойти в этой жизни непростой амёбной. Вот, это не такое вероятностное дерево, потому что вот здесь вот у меня сумма вероятности не один, поэтому, то есть если рисовать честное дерево, то, конечно, тут надо что сделать, надо как бы вот здесь подразбить там девять шестнадцатых, что их станет четыре, там три шестнадцатых, что их станет две, ну и так далее. Вот, ну то есть это не классическое дерево, вот, но тем не менее, значит, такой первый вопрос стоит, какова вероятность того, что рот, ну вот эту амёбу ее назовем, как мы ее назовем? Один. Нет, это скучно, как-нибудь ее назовем, как? Адам. Ну тогда уж Ева, кому-то. Адам раньше появился. Ты корот, ты кто начал? Ева из Ева. Вот, давайте назовем эту амёбу Джон. Это Джон. Давайте Жора. Хорошо, Жора. Это рот Жоры будет жить вечно. Рот Жоры будет жить вечно. Обозначим это вероятность альфа. Ну тогда понятно, что легко составить уравнение на вероятность того, что рот Жоры когда-либо вымрет. С одной стороны это один минус альфа, а с другой стороны как может вымереть род Жоры? Рот Жоры может сразу, Жора погиб и все, и нет рода Жоры. Вот, это одна четверть плюс. Как еще род Жоры может вымереть? Он может, да, раздвоиться, три четверти. Вот, но тогда возникнет вот здесь вот кто? Вот это, это... Жора младший. Жора младший, да. Жорж второй, да. Это... Жора младший. Это Жора, это Жора. Жора первый, да? Нет, Жора второй. А это можно. Да. А это Жора третий, да? Вот. И, соответственно, что должно произойти, чтобы рот Жоры вымер? И Жора второй должен его рот вымереть, да? И рот Жоры третьего должен вымереть. То есть вот здесь мы множим на что? На один минус альфа в квадрате. Вот. И дальше... Норма или непонятно? Да, да. Вот. Можно и, в принципе, на альфа вероятность писать. Можно сказать, альфа равняется 3 четверти, а здесь должен выжить хотя бы один из них. То есть можно из единички вычесть вероятность того, что оба вымерут. Можно вот так написать. Да? То есть какая вероятность того, что он будет жить вечно? Ну, во-первых, он должен на первом ходу раздвоиться. А во-вторых, он должен... Ну, не оба должны умереть. Да? Чё-то не... Чё-то не так. Ещё раз. Альфа — это невероятность умереть за один ход. А альфа — это вероятность того, что он живёт вечно в своих потомках там и потомицах. Окей? Вот. Значит, и здесь получается, если решать это квадратное уравнение, получается два корня. Альфа равен нулю, да? И альфа равен две третих. Вот. И надо, соответственно, как-то... Ну, как-то вот отобрать. Как отобрать? Я знаю такой способ отбора корней, который состоит... Который, ну, немножко кажется сложный и странный. Но, вообще говоря, оба корня вполне себе правдоподобны. И ноль и две трети вполне себе от нуля до одного. Поэтому, так сказать, ой, я беру две трети — это нехорошо. Ну, то есть две трети — это правильный ответ. Но как выбрать? Надо сказать следующее. А давайте вот введём здесь вероятность не одна четверть, три четверти, а давайте вот здесь введём вероятность P и здесь 1 минус P. Понятно тогда, что вот эта самая альфа, она будет зависеть от P, согласны? Да? Вот эта альфа, она зависит от P. Ну, давайте посмотрим, какое уравнение будет. Ну, вот здесь проще, наверное. Альфа будет равно 1 минус P умножить на 1 минус 1 минус альфа в квадрате. Согласны? Да? Вот. И здесь видно, что альфа должно равняться 1 минус P на... Что тут? 2 альфа минус альфа квадрат. Вот. И здесь снова видно два корня. Один корень альфа равный нулю по-прежнему. Да? Ноль слева, ноль справа. А второй корень, ну, сокращаем на альфа. Получаем, что 1 равняется 1 минус P, а здесь 2 минус альфа. Делим на 1 минус P. Получаем, 1 на 1 минус P равняется 2 минус альфа. Второй корень это 2 минус 1 делить на 1 минус P. Вот, два корня есть. 0 и вот такой вот. Если нарисовать эти два корня, то они выглядят довольно... Ну, график легко построить, как альфа, вот это P, а вот это альфа от P. Значит, один корень стабильно 0. Один корень стабильно 0. Вот, один корень нулевой. А P, понятное дело, от нуля до единички варьируется. А как ведет себя второй корень? Как выглядит график этой функции? Это, вообще говоря, школьная такая гипербола? Как выглядит ее график? Ну, у нее есть какая-то асимптота. Да? Это асимптота. Она уходит при... Ну, смотрите, при P равном 0 она дает единичку. Правильно? При P равном 0 она дает единичку. При P, уходящем к единичке, она уходит куда? Ну, если тут 0.99 будет? На минус, по-моему, бесконечность. Да, при P единичке она уходит на минус бесконечность. Не, это при P бесконечности она уходит на двойку. Ну, подставь сюда 0.99. Подставь 0.99. Ну, будет 1 делить на 1 сотую. 100. 2 минус 100. На минус бесконечность уходит. Вот, соответственно, как-то вот она на единичке уходит на минус бесконечность. Ну, и тут у нее какая-то там асимптота есть. Ну, вот так вот как-то она выглядит, да? Нормально? Вот. Теперь давайте включим здравый смысл. Включаем здравый смысл. Чему равняется α от 0 и α от 1? Давайте подумаем. Что такое α от 0? Это вероятность того, что род Жоры будет жить вечно, если вероятность умереть равна нулю. Какова вероятность того, что род Жоры будет вечно, если они никогда не умирают, а только дельца, дельца, дельца? Нет, бесконечность вероятность не бывает. Это опасно. Какова вероятность? Единичка. Какова вероятность того, что род Жоры будет жить вечно, если амеба просто на первом ходу гарантированно погибает? Ноль. То есть мне интуиция говорит, что вот здесь вот это точно правильно. Здесь у меня вариантов нет, поскольку α вообще от 0 до 1, то та же самая интуиция говорит, что я должен выбирать вот этот корень из двух. Ну, потому что отрицательный корень выбирать нельзя, все-таки вероятность. А дальше можно сказать такой аргумент. Понятно, что вероятность в силу теорема сложения складывается из каких-то маленьких участков, верно? Допустим, как говорится, что амеба рано или поздно умрет. Это вероятность того, что умрет на первом ходу, плюс вероятность того, что умрет на втором ходу, плюс вероятность того, что умрет на третьем ходу и так далее, верно? И у нас получается, что в принципе все эти вероятности от 0 до 1, то есть у нас с исходимостью ряда нет проблем, но мы знаем, что функция вот эта α от p должна быть непрерывной, потому что α от p, по-хорошему, это сумма каких-то вот маленьких участков, каждый из которых непрерывно зависит от p. И с исходимостью там нет проблем, потому что все слагаемые положительные, и все в сумме даже не превосходят одного. Значит, непрерывная функция. Ну и как можно провести непрерывную функцию, чтобы закончить здесь? Один-единственный вариант — тащить ее вот так вот. Соответственно, получается, что здесь есть прикольная точка, такая бифуркация, которую мы проходим наверх, а не вниз. Ну и дальше надо понять, одна четверть, она где-то лежит вот здесь вот, и поэтому нам надо выбирать вот этот вот корень 2 трети, а не 0. Поэтому правильный выбор вот этот вот, но это нетривиальный факт. То есть здесь надо отобрать, чтобы отобрать корни, надо сослаться на теорему сложения и сказать, что каждая слагаемая в теореме сложения непрерывна. И с исходимостью ряда тоже нет проблем. Окей? Норм? Вот, то есть тут несколько аккуратная штука. Так, хорошо, еще вопросы. Так, меня слышно? Да, вроде слышно. Я так проконтролировал. Еще вопросы? 1.12 с ежиками. 1.12 с ежиками, ну давай я подскажу идею, а так не буду до конца дорешивать, я просто идею подскажу. Давай я решу задачу 1.12 для ситуации, где ежики равновероятно ходят. Если ежики ходят неравновероятно, там чуть больше вариантов, но логика решений та же самая. Вот представьте, значит, себе треугольник. Изначально что у нас за ситуация? Ежи в разных вершинах. Да, изначально ежи, они в разных вершинах. Вот, это ежи. Вот, это три ежа. Вот, это ежи. Вот, соответственно, что может произойти? Допустим, что они равновероятно идут направо и налево. Там еще есть модификация задачи, где они идут с вероятностью p, но давайте рассмотрим, ну как бы если вы понимаете, как ее решать, когда оно равновероятно, то... Если вы знаете, как решать ее, когда оно равновероятно, то тогда нет проблем решить, когда она неравновероятно. Вот. Смотрите, какова вероятность... Смотрите, в какую ситуацию они могут перейти? Они могут перейти в эту же ситуацию, но если все пойдут направо или все пойдут налево, то они окажутся в такой же ситуации. Какая вероятность этого? Одна восьмая и еще одна восьмая, правильно? Две восьмых, то что они перейдут в такую же ситуацию. А если два пойдут... Ну, какие еще варианты возможны, да? Что еще может произойти? В общем-то, возможно, единственное, 2-1-0, правильно? То есть, возможно, грубо говоря, ситуация типа... Вот здесь вот еж, и еще один еж, и здесь вот еж. Ну, если вот они неравновероятно ходят налево и направо, тогда надо различать конфигурацию, когда по часовой идет 0, 2, 1, и когда по часовой идет 0, 1, 2. Если вот ежи неравновероятно ходят, тогда, конечно, надо различать. Это я объединил в одну ситуацию, это для равных вероятностей. А если асимметричная ситуация, то есть ежи предпочитают ходить вправо, тогда, конечно, надо разделять. Понятна мысль, да? То есть там пункт B, где надо подумать, разделить. Вот, ну, стало быть, вероятность пойти сюда 6 восьмых. Дальше. Из-за этой ситуации что может произойти? Они могут вернуться обратно, да? Они могут вернуться обратно, да? Если вот эти два поменяются местами, а этот уйдет сюда, да? Какова вероятность этого? Ну, смотри, давайте думать, вот этот куда должен попасть? Этот должен пойти сюда стопроцентно, правильно? А вот эти могут пойти, ну, вот это ежи, это Жора, и... это Жора первый, а это Жора второй, да? Вот. Может Жора первый пойти налево, а Жора второй направо? А может наоборот, правильно? Поэтому какова вероятность того, что они... Две восьмых опять, да? Две восьмых. Хорошо. Они могут все пойти по часовой или против часовой стрелки. Если все пойдут по часовой стрелке, все пойдут против часовой стрелки, или два ежа пойдут сюда, а один напротив них, то тоже будет конфигурация один, два, ноль, да? И, возможно, конфигурация, наконец, когда они приходят все в одну точку. Какая вероятность того, что они придут в одну точку? Ну, понятно, что этот должен пойти сюда, и вот эти два должны пойти туда, да? То есть это вероятность какая? Одна восьмая. Ну, значит, сюда вероятность пять восьмых. Нормально? Окей. Ну, а теперь мы можем свободно ответить на вопрос задачи. Какой там вопрос задачи? Ну, давайте. Какая вероятность того, что t равно один? Могут они за один ход попасть не могут. Какова вероятность за два хода? Что должно произойти? Ну, надо сначала перейти в эту конфигурацию, а потом на эту. Какова вероятность? Шесть на восемь в квадрате. Какова вероятность за три хода пройти? Ну, тут уже есть несколько траекторий, надо их аккуратно посчитать. Какие траектории ведут за три хода в финиш? Ну, можно сделать круг наверху и спуститься вниз. Можно что сделать? Можно спуститься вниз, сделать круг и вниз. И вроде все. потому что воспользоваться вот этой стрелочкой уже раз, два, три, четыре. А нам надо за три. Поэтому, собственно, единственный вариант покрутиться наверху две восьмых и вниз-вниз. Шесть восьмых, одна восьмая. и плюс еще какая траектория? Спуститься, покрутиться, спуститься. Спуститься, покрутиться, спуститься. Нормально? Окей? Вот, хорошо. Как найти E от T? Мот ожидания T? Ну, у нас получается, можно считать, берем первый случай, читаем, что игра закончится за пять ходов. Ой, за бета ходов. Бета у нас равно получается. У нас есть две ситуации, которые надо каждую рассмотреть. Возьмем ситуацию один-один-один, которая... Ну да, я согласен. Давайте введем две неизвестные. Давайте введем... Ну, вот эта ситуация, давайте назовем ее А, а вот эта ситуация Б. И у нас альфа, это мат ожидания от T, если мы сейчас находимся в ситуации А, и бета, это сколько осталось ходов, если мы сейчас стартуем из B. Вот. Ну и можно просто составить уравнение. Ну, систему уравнений, не одно, а два. Мы составим два уравнения. Вот. Значит, какое уравнение на альфа? Что может произойти с вероятностью две восьмых? Мы потратим один ход, и куда попадем? В ситуацию А. А из ситуации А нам еще в среднем сколько ходов осталось крутить ежей? Альфа. Альфа. Ну да, альфа плюс один. А с вероятностью шесть восьмых мы сделаем один ход, потратим один ход. И еще из положения B нам сколько в среднем крутить ежей надо? Ну да, бета плюс один. Вот. Хорошо. Ну и второе уравнение на бета. С вероятностью одна восьмая сколько раз надо провернуть ежей? Один. С вероятностью пять восьмых сколько раз надо провернуть ежей? Бета плюс один. И с вероятностью две восьмых что там будет? Альфа плюс один. Почему? Один ход тратим, а альфа все само посчитает. Что? То есть он же должен вернуться наверх. Ну вот наверх. В смысле? Еще раз. Что такое бета? Давайте еще раз словами проговорим, что такое бета. Бета – это число ходов, которые остались в среднем до конца игры, если я стартую из этого узла. Еще раз. Вот число бета, оно не знает, что было до того. Может быть, до того я прокрутился миллион ходов. Вот альфа и бета, они смотрят из узла в будущее. Альфа показывает, вот если я стартуя отсюда, сколько мне в среднем времени осталось ждать до конца. Что показывает бета? Оно показывает, сколько в среднем ходов осталось до конца игры, если стартовать отсюда. Окей? Т.е. надо понимать, что обозначать неизвестный. Т – число ходов, давайте уточним, Т – число оставшихся, оставшихся, я не знаю, видно, тут не видно, оставшихся ходов до конца игры, до конца ежеверчения. Т – число оставшихся ходов до конца ежеверчения из заданной точки. Т.е. это не число ходов, сколько прошло от начала игры, а это вот именно от этого узла. Ну и поэтому, если я стартую в Б, если я попаду в А, я потратил один ход, один я потратил, вот это – это один тур ежеверчения. Ну, три ежа переходят, но они одновременно переходят, поэтому это один тур ежеверчения. А сколько отсюда ходов? В среднем альфа отсюда. Потому что неизвестная так введена. Вот, если ввести по-другому неизвестные, ну, будут другие уравнения, ну, тогда у неизвестных будет какой-то другой смысл. Нормально? Вот, поэтому не плюс два. Если бы, например, ежи в казну что-то вносили, ну, например, за такое ежеверчение они платят там один налог, а за такое ежеверчение они платят другой налог, и нам надо было бы считать доход казны средний, то да, могло бы быть, допустим, что вот за право вернуться в исходную, ну, то есть, например, если бы мы считали, допустим, если ежи вернулись в исходное, вот это положение, то, допустим, они платят в казну, ну, налог такой, да, если ежи по отдельности, или нет. Смотрите, вот, давайте вот этих ежей, их будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. вот, вот эти два ежа рядом, а если они втроем собрались, то уже, типа, они мафия, их уже, полиция боится к ним подходить, вот, поэтому вот эти два, они платят в казну 100 рублей, да, допустим, каждый, да, каждый 100 рублей каждый платит за нарушение режима самоизоляции, вот, давайте посчитаем средний доход казны, сколько получит казна, если вот их все время штрафуют, когда они вдвоем встретились, ну, давайте смотреть, опять вводим неизвестные, то есть, ну, какую-то неизвестную надо ввести, пусть будет, ну, какой-нибудь там, СА и СБ, то есть, СА это сумма, которую в среднем получит казна, если сейчас ежи вот здесь вот, окей? Ну, соответственно, давайте писать, какой там будет система уравнений, ну, и система уравнений, она исходя из контекста, СА чему равняется? Ну, с вероятностью 2 восьмых они не встретились и перешли в СА, правильно? С вероятностью 6 восьмых, правильно? Что произошло? Они заплатят 200 рублей в казну и окажутся в ситуации Б, да? То есть, они заплатят 200 плюс СБ. СБ как будет выглядеть? С вероятностью 1 восьмая они ничего не платят, ну, мы считаем, что вот здесь-то они втроем собрались и все, они сидят втроем у кого-то дома, пьют чай там, да? Вот. Или их так много, что полиция к ним боится подойти. Плюс, с вероятностью 2 восьмых, они попадают в А, но по ходу за проход ничего не платят, да? И с вероятностью 5 восьмых они снова платят 200 рублей и оказываются в ситуации Б, окей? То есть, если надо считать средний доход казны за нарушение режима самоизоляции ежей, то вот система уравнений такая. и то есть, как бы уравнения, они из контекста пишутся. Нормально? Так, хорошо. Ну ладно, пойдем дальше. Давайте тогда новый сюжет. Давайте попробуем 3-1. Нет, да, 3-1. Давайте попробуем 3-1. Те двоечки, они не нужны, которые мы не трогали? Какие? Которые вы на дом не давали. Не понял. Два восемь, два девять. Ну что значит нужны? Понимаешь? Мы живем в свободной стране, и тебе никто не мешает их решать, и никто не мешает тебе их не решать. У нас совершенно свободная страна. Хочешь, решаешь, хочешь, не решаешь. Понятно, что прорешать все задачи невозможно. Ну то есть, все зависит от твоих интересов. Кто-то больше любит ходить в кино, кто-то любит играть в футбол, кто-то любит решать задачи по терверу. Поэтому это субъективно. То есть, да, каждый, в общем, решает сам. Сколько задач решить? Вот. То есть, как бы, если интересно, решай, я подскажу. Если не интересно, не решай, я не подскажу. Вот. Ну надо осознавать, что там решение, не решение задач, оно несет, ну, во-первых, эстетическую составляющую. А во-вторых, ну, какой-то там что-то на контрольный дает помимо. Ну, то есть, мне прикольно эстетическая составляющая. Вот. Значит, смотрите. Есть разные подходы. Там вот у вас было на лекции довольно много формул. Там у вас была и формула условной вероятности, и формула полной вероятности. и формула байеса, и формула сложения, и формула умножения. Вот. Я лично в большинстве случаев, ну, то есть, на мой взгляд, что вот дерево, оно заменяет собой вот это все. Вот. То есть, я честно расскажу историю про себя, когда я начал преподавать теорию вероятности, вот я преподавал 10 лет, и вдруг, и что-то как-то я, ну, так, смотрю, вопрос теоретический на контрольный вынесен, как-то формула полной вероятности. И у меня что-то стимулирует, потому что ты рассказывал? Я говорю, я не помню, что это такое вот. То есть, у меня был какой-то вот эпизод в жизни, когда я, ну, как бы свободно всегда решал задачи на условную вероятность, но я в какой-то момент жизни вот не знал, что такое формула полной вероятности, потому что я всегда привык решать деревом. А дерево за меня знает вот эти все формулы. Потому что, на самом деле, то, что вероятности на веточке дерева перемножаются, это формула умножения, да? То, что между разными веточками складывается, это формула сложения. Полной вероятности это применение вот этих двух. Ну, а байс это применение условной и полной вероятности. Вот, поэтому получается, что если знать одну вот эту и уметь рисовать дерево, то вы как бы сразу на коне знаете все. Ну, или дерево знает за вас, смотря как подходить. Окей? Вот, то есть, ну, мне кажется, что как бы дерево гораздо более наглядно, чем вот просто выписать формулу и найти в ней слагаемое, куда подставить чего. Давайте рисовать. Значит, первый важный момент, вот самый важный момент, давайте я напишу восклицательный знак, что когда мы рисуем дерево, мы рисуем все возможности. Не те, что де-факто произошли по условию, а все. Окей? Вот это очень важный момент, что на дереве изображаем все возможные варианты. Вот, даже если в условии сказано там, вот в условии задачи 3.1, кто-то уже прочел, нет? Ну, потому что как бы не прочтя. А какой ответ получился? Сколько? Да, 2.3. Вот. Давайте я попробую, ну, вот, с деревом нарисовать. Еще раз. Можно обойтись иногда без дерева, ну, то есть, это как в геометрии. Иногда можно решить задачу, не рисуя чертеж, это правда. Ну, когда вы рисуете чертеж, ну, меньше шансов ошибиться, ну, и когда не знаешь, как решать, ну, хоть чертеж нарисуй, то хорошо. Вот. Значит, по условию там есть две обычные монетки, у которых орел-решка, и одна неправильная, которая с двумя орлами. Да? Что мы выбираем? Одну наугад, и подбрасываем ее сколько раз? Два раза. Значит, выбираем, выбираем рандомно одну, подбрасываем два раза. Вот. Давайте обозначим результаты бросков х1 и х2, это результаты подбрасываний. Результаты подбрасываний. Не бойтесь считать, что вот случайная величина, она, вообще говоря, не обязана быть числовой, она может быть вполне текстовой, да? Вот. Значит, что нам нужно? Нам нужно по условию найти... А, дерево сначала нарисуем, потом подумаем, что нужно найти. Вот. Мой подход как раз состоит в том, нарисовал дерево, оно за меня все теоремы применило, кроме формулы условной вероятности, и бинго, я пишу ответ. Давайте рисовать дерево. Что сначала может произойти в этом опыте? Сначала выбираем одну из трех. Выбираем одну из трех. Либо она правильная, либо она неправильная. Какие вероятности? Две третьих, одна треть. Еще раз, я игнорирую, что там в условии сказано, что произошло, я пишу, что могло бы произойти. Если выбрана неправильная монетка, то как она упадет? Не, неправильная. Как упадет? Орел, орел. Правильно? Вот. А если монетка правильная, и мы ее два раза подбрасываем, то тут уже возможны варианты. Либо она упадет сначала на орла, потом на решку, либо она упадет на решку, потом на орла, либо она упадет на решку-решку, либо она упадет на орла-орла. Вероятности какие? По одной четвертой. Еще раз, обратите внимание, я тупо проигнорил условие, что она два раза выпала на орла. Погай нарезал просто дерево всех возможных вариантов. И только потом я начинаю находить вероятность того, что монетка какая неправильная, если она х1 орел и х2 орел. Как найти единственную формулу, без которой я никак не обойтись, это формула условной вероятности. Что она говорит? Чему равна вероятность А при условии В? Условия, да. То есть это вероятность того, что монетка неправильная и х1 равно орел, х2 равно орел, делить на вероятность того, что х1 равно орел, х2 равно орел. Ну, давайте смотреть. Вот это значит в числителе вероятность А пересечь с В, в знаменателе вероятность В. Ну, давайте просто отметим те исходы. Вот у нас эксперимент оканчивается одним из пяти исходов. У нас пять исходов, они не равновероятны. Чего? Ну да, там есть хорошая задачка. Вот. Какие из этих исходов относятся к знаменателю? К знаменателю какие? Да, там где ООО. Вот это вот, и вот это вот относится к знаменателю, к В. Правильно? А какие относятся к числителю? Только правый. Вот этот вот, он относится к А пересечь с В. Окей? Поэтому мне что надо сделать? Мне надо вероятность в числителе, то есть перемножаю на траектории, то есть дерево само за меня вот сейчас применяет формулу полной вероятности, а я только наслаждаюсь результатом. Ну же, пробегаю вот так, оп, одна треть на единичку. Это была формула на самом деле полной вероятности. Делю вероятность В. Формула полной вероятности, как бы событие В разрезано на два кусочка, на этот кусочек и на этот кусочек. Тоже формула полной вероятности. Значит, что надо сложить? Значит, надо сложить две трети на одну четверть плюс одну треть на единичку. Нормально? Вот, все. Ну, как бы я, арифметику можно не дорешивать. Нужно. Неправда. Мы пересечения, вот это уже ошибка. Нет. Нет, мы перемножаем вероятности, только когда они не зависимы. Нет. Смотри, значит, во-первых, когда мы, ну давай говорить, не-не-не-не, мы перемножаем вероятности не только, когда события независимы, мы перемножаем вероятности в совершенно разных ситуациях. Смотри, что здесь на самом деле делает дерево. Дерево на самом деле здесь применяет формулу Байеса. Вот. То есть, если аккуратно нужно в формулах, то дерево применяет формулу Байеса. Почему? Смотри, вот, это важный момент, что на самом деле то, что на дереве пишется над веточкой, это, ну вот смотри, вот как записать вот это одна треть, как записать это в формулах. В формулах я это запишу, что это вероятность того, что монетка неправильная, одна треть. Окей? А как мне записать вот эту вероятность формулой без дерева в событиях? Вот кто может сказать, как мне записать, что это за вероятность? Одна четвертая. Вот как надо написать вероятность тут вот что-то там равно одной четвертой. Это вероятность того, что два орла при условии, что монетка правильная. И поэтому это дает ответ на твой вопрос, а с какого перепугу мы здесь перемножаем? Мы здесь перемножаем на самом деле вероятность того, что монетка правильная, что есть 2 трети, умножаем на вероятность того, что два орла, если монетка правильная, на одну четверть. И мы получаем по формуле условной вероятности, прочитанной, смотри, формулу условной вероятности можно так записать, а можно записать вот так вот. pb умножить на pa при условии b равно pa пересечь с b. И дерево на самом деле само за нас читает формулу условной вероятности в виде произведения. И получается правильная и два орла. Поэтому это ответ на твой вопрос, что на самом деле, почему здесь дерево умножает? Потому что дерево тут использует формулу условной вероятности, прочитанную в обратную сторону. Но оно делает это само, интуитивно, поэтому это клёво. Просто если, допустим, у нас будет более сложный случай, и не такой непростой сход, который мы можем так увидеть, то есть нам же надо быть уверенными, что события не зависимы. Нет, еще раз. Мы не применяли формулу независимых событий. Подожди, вот это большое... Так я же... Подожди, стой. Смотри, есть два факта. Вот этот факт, он всегда верен. Вот этот факт всегда, ну если только вероятность b не ноль. Ну давай, одно единственное исключение. Если вероятность b больше нуля, то вот этот факт верен. При этом он верен и для зависимых a и b. Здесь нигде не требуется независимость a и b. Вот этот факт верен даже если a и b зависимы. Поэтому я и работаю с ним. Мне не важно, зависимая b... Я никак не использовал независимость a и b. Для независимых a и b имеет место другой факт. Если a и b независимы, то помимо этой формулы, которая всегда действует, ну как только знаменатель есть, не нулевой. А вот если... То действует еще дополнительная формула, что pb умножить на pa равняется pa пересечь с b. Вот. Действует еще вот такой факт. Вероятность события a происходит событие b равна вероятности события a. Конечно. Да. Информация о том, что b произошло, никак не меняет нашу степень уверенности в a. То есть вот эта формула действует всегда, а это если a и b независимы. Окей? И я поэтому... Ну, собственно, не я, дерево. Дерево за меня применяет вот эту штуку. Как это зависимое событие? Если у тебя слов нет, у тебя не ровно. Ты не плевать. Почему? Да, это логично. Что такое зависимое событие? Там как-то не мало или нет. Ну, зависимое событие, смотри, есть две позиции. Одно формальное определение, другое интуиция. Если мы говорим про интуицию, то зависимое событие, это два таких события, что ты меняешь свое мнение о вероятности a, когда я тебя информирую о событии b. Вот ты сначала думал, ну, событие b происходит с вероятностью 2 седьмых. Событие a происходит с вероятностью 2 седьмых. А тут я прибежал, такой радостный, ты знаешь, b произошло. И ты думаешь, а, ну, тогда, конечно, не 2 седьмых, тогда, конечно, да, там, 8 девятых. А как с тремя дверями? Да неважно. Просто когда информация о втором событии, примеров можно много привести, когда информация о втором событии меняет твое мнение о вероятности первого, мы говорим, что эти события зависимы. Это интуитивное определение. Ну, например, там, какова вероятность того, что сегодня будет дождь, да, вечером? Ну, она какая-то там... А другая, какая вероятность того, что сегодня будет дождь, если сегодня минус 30? Да? Ну, она уже ноль. Ну, потому что снег будет, дождя уже не будет минус 30, правильно? Поэтому события температуры равна минус 30 и события будут дождь, это зависимое событие. Если мне не сказали, какая температура, и спрашивают, какова вероятность того, что будет дождь? Ну, какая-то есть. А если мне сказать, ты знаешь, что сегодня минус 30, какова вероятность того, что сегодня будет дождь с учетом этого? Я говорю, ну, тогда ноль. Потому что снег будет, но дождя-то уже никак. И получается, что информация о том, что t минус 30, повлияла на мое мнение о вероятности дождя. Это зависимое событие. А формально это означает, что формально вот оно определение, откуда оно взялось. Оно взялось из вот этой вот универсальной формулы путем подстановки фразы, что информация о том, что b произошло, не меняет моего мнения о вероятности a. То есть вот эту вот штучку можно заменить на вероятность a, если событие независимое. Ну и поэтому вот это принимают за формальное определение. Вот это формальное определение. Но интуиция, которая за ним стоит, она на самом деле вероятность a при условии b равна вероятности a. Интуиция вот такая вот. Как если они независимы? Это если они независимы. Ну а если зависимы, не равно, не равно, а это всегда. Окей? Так, хорошо. Ну ладно. Так, давайте сделаем, какая там есть хорошенькая. 3, 2, сделайте сами. 3, 2, давайте самостоятельно сделайте. сделайте, 3, 2, да. А 3, 10, объясните, это просто усно. Из колодок 50. Какое? 3, 10. Ага. Почему? Ну. Потому что, да, написано. Мне кажется, а, да, 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 все нормально, все они обязаны. Почему? Ну. Ну. Почему? если еще раз как ты изначально до независимости несовместность это разные вещи лишь как если ты извлекаешь одну карту какая вероятность то что это будет пике одна четверть а теперь эти говорю а это туз какая вероятность того что это пике с учетом новой информации 1 четверть то есть от узов 4 ну раз но на раз информация о том что этот уз не повлияло на твое мнение о вероятности того что это единственная карта была пикой значит информация о том что произошло одно событие не искажает вероятность значит независимо давайте 32 еще раз мой подход такой не знаешь как рисуй дерево знаешь как решай как хочешь то есть не знаешь как нарисуй дерево знаешь как но сам себе хозяин да там некоторые простая 32 решила реши тогда 34 хорошо ладно если сидишь то окей да но да но 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 вот он нет 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 Продолжение следует... 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 Допустим, они одновременно выстрелили, но к утке сначала бежит первый, да, и он смотрит, он говорит, ааа, я попал, вот, моя красненькая пуля, да, вот, первый может попасть или не попасть, а дальше, если первый попал, то второй что может? Попасть или не попасть, но если первый не попал, то что второй может? Тоже может попасть или не попасть, вот, то есть можно вот такое дерево нарисовать, кто? А, потому что вероятности эквивалентные, ну дай посмотрим, какая здесь должна быть вероятность, чтобы оба попали, вот здесь какая, вероятность, что первый попадает, какая? Да ну много надо, 0 какая там? Первый вероятность какая попадает? А не попадает? 0,6. Второй каверц попадает? 0,7. А не попадает? Вот, я нарисовал. Нужны мне вероятности того, что оба попадут, оба попадут с какой вероятностью? 0,7 умножить на 0,4. Каверитность того, что первый промажет, второй попадет. 0,6 на 0,7. Ну и можно их сюда, в принципе, скопировать. Те же вероятности, только немножко другое дерево. Вот. Дальше я, когда нарисовал дерево, все, у меня фаза, первая фаза окончена, я нарисовал, что может быть на этой планете. И дерево за меня знает формулу полной вероятности, вот, знает формулу сложения, знает формулу умножения. Все, что мне нужно, это записать формулу условной вероятности. Что надо посчитать? Того, что первый попал, если что? Всего одна пуля. Если одна пуля. Одна пуля. Ну, как всегда, вероятность условная. Я одну единственную формулу помню. Все, у меня ничего не помню на экзамене. Стресс. Вот, и помню одну единственную формулу. Чему равна условная вероятность? Вероятность пересечения того, что первый попал И, одна пуля, делить на вероятность чего? Нет, И, И, И. На вероятность одна пуля. Хорошо. Давайте точно так же отмечать. То есть, это у нас вероятность А пересечь с Б, делить на вероятность Б. Давайте отметим на этом дереве, где веточки, которые относятся к событию Б. Где утку попала одна пуля? Вот это вот. И вот это вот. Это относится к событию Б. А что из этого относится к событию А? Значит, первый должен попасть, а второй должен не попасть. То есть, вот это вот относится к А пересечь с Б. А мне больше чего не надо. Мне надо вероятность А пересечь с Б, поделить на вероятность Б. Самый крайний слевый исход, это А. А я не А считаю. Понимаешь, мне для этой формулы нужно Б и А пересечь с Б. А ничего другой для этой формулы не нужно? Этой формуле не нужно знать, чему равна чистая ПА. Как бы, мало ли, может, ПА считается долго. Я как бы считаю по минимуму, что мне надо. Для формулы нужно знать... Я согласен, что дерево позволяет найти и ПА. Если тебя интересует ПА, давай ее синеньким отметим. Если нужно ПА, то, конечно, это вот это вот. И вот это вот. Вот эти два исхода, они относятся к А. А, но нам это не нужно. То есть, если в задаче спрашивалась бы вероятность того, что первый попал. Ну, она и так понятна, что это 0,4. Но, тем не менее, можно вот эти две сложить. Вот. Но нас спрашивают, то есть, я как бы рассуждаю по принципу. Что надо посчитать по-быстрому? Вот числитель нужен, знаменатель нужен, все остальное не нужно. Да? Вот. Ну, считай, что будет. Будет. В числителе сколько? 0,4 на 0,3 делить на что? На 0,4 на 0,3 плюс сколько? 0,6 на 0,7. И это ответ. И на самом деле, если говорить умные слова, то вот это вот в числителе на самом деле была формула полной вероятности. Вот это вот была формула полной вероятности. Вот. Ну, можно как бы положиться на дерево, оно ее знает лучше. Нормально? Да. Да, да. Так. Во сколько? А зачем? Еще раз. Давай честно. Вот это надо найти. Надо найти вероятность того, что первый попал. Ты про какой пункт задачи спрашиваешь? Нет. Какова вероятность того, что в утку попала ровно одна пуля? А, ну это другое. Ну, вот она. Вот она. Вероятность того, что в утку попала ровно одна пуля. Где она? Это ПР. Вот эта, красненькая. То есть мы все нашли. Знаменатель – это ответ на первый вопрос, а дробь – это ответ на второй вопрос. Вот, и я вас всячески призываю, освоите технику с деревом. Она очень мощная. Так, давайте дальше пойдем. Что у нас, 17-40 оканчивается, да? Да. Так, давайте попробуем. Че? Ну, давай 3-4 попробуем. 3-4. Не бойтесь вводить обозначение. Давайте скажем, что х – это число тузов. Х – это число тузов. Мы извлекаем 13 карт из 52. Случайно. Я напомню, что в колоде там 4 масти, и каждой масти их, ну, если 52 карты, то их по 13 карт от двойки до туза. Это без джокеров. Если бы джокеры были, то было бы 54 карты. А если бы от шестерки считали, то было бы 36 карт. Окей, раз 52, то значит 4 масти по 13 карт. Хорошо, х – число тузов. Давайте сначала запишем вопрос-задачи. Че спрашивают? Вероятность какую надо найти? А что, значит, 2. Вот в терминах х. Не 2. Осторожно, там какой вопрос? 2-3 метра. Ну, так, значит, как записать? 2-3 метра. Х. Х больше либо равен 2. А что известно? Да, вот это важно. Х больше либо равен 1. Вот эту вероятность надо найти. Потому что, если вы спрашиваете, какова вероятность того, что х больше либо равен 2, если х равен 1, то это вопрос слишком легкий. Какова вероятность того, что х больше либо равен 2, если х равен 1? Нет. Какая это вероятность? 0. Ну, подожди, если я знаю, что х стопудняк 1, каковы шансы того, что он больше либо равен 2? Вот эта вероятность, она стопудово 0. А надо в условии найти вот эту вероятность. Если я знаю, что есть хотя бы 1 туз, черт их знает сколько их, может быть 1, 2, 3 или 4. Окей? Ну, давайте искать вот эту. Ну как? Я знаю только форму условной вероятности. У меня ничего другого нет. Вот. Значит, это вероятность чего? Пересечение. х больше либо равно 2, пересечь, х больше либо равно 1. Делим на что? На х больше либо равно 1. Что получится, если пересечь два события? х больше либо равно 2, х больше либо равно 1. Что останется? Да, более узкое останется. Да, когда два события, одно вложено в другое, понятно, что х больше либо равно 2, это реже происходит, чем х больше либо равно 1. Когда я их пересеку, я получу маленькое. Вот. Значит, это вероятность того, что х больше либо равно 2, делить на вероятность того, что х больше либо равно 1. Окей, давайте дальше думать. А какие значения принимает случайная величина х? А если подумать? Какие значения принимает случайная величина х? Нет. Какие значения? Полный список. Какие принимает случайная величина х? 0, 1, 2, 3, 4. Это важно, потому что если вы недосчитаетесь, вы получите неправильный ответ. Ну, если с Шулером играть, то можно и 6. Вот. Значит, х принимает значение 0, 1, 2, 3, 4. Ну, давайте найдем эти вероятности. В сумме эти вероятности сколько дают? Единичку. Окей, либо 0, либо 1. Ну, других вариантов нет, мы полный список сказали. То есть вы от 1 до 4 сказали список, вы что-то могли потерять, а 0 уже сумма должна давать 1. Так, хорошо, ну давайте 0. Ну, это легко. Значит, у нас есть такая формула классической вероятности. Поскольку мы выбираем карты случайно, и все комбинации равновероятны, то поэтому мы как бы мощность множества карт, это кардинал, мощность множества, все варианты, да, в знаменателе, а в числителе я беру мощность множества подходящие варианты. Вот. Ну, давайте думать, сколько всего вариантов? Я беру сколько карт из скольки? С из 52 по 13. Всего 52 карты, я беру 13. С как раз и показывает, сколько способов выбрать из 52 объектов 13. А давайте смотреть подходящие варианты. В чем состоят подходящие варианты? В том, что я себе набрал 13 кого? Нет узов. А нет узов всего в колоде сколько? 48. Значит, я выбрал себе какие-то 13 карт из 48 допустимых. Это обозначается как С. Из 48 по 13. Из 48 по 13. Ну, дальше можно расшифровать формулу для С. Надо расшифровывать. И чем? Ну, ну, n факториал на k факториал на n минус k факториал. Можете расшифровать. Вот. Хорошо. Значит, эту нашли. Соответственно, уже знаменатель знаю. Как посчитать вероятность того, что x больше либо равен одному. x равен 1, x равен 2. А как? Как? Если ту вот уже знаю. 1. Конечно. Поскольку вот эти 4 вместе с нулевой дают единичку, то я просто из единички отниму вероятность того, что x равен 0, а эту я уже нашел. То есть я как бы арифметику оставляю за вами. Это мы нашли. Это мы, стало быть, тоже нашли. Знаменатель в наших лапках цепких. Правильно? Осталось числитель найти. Ну, давайте напишем аналогичную формулу для числителя. Это из единички. Надо вычесть вероятность того, что x равен 0, которая уже в наших цепких лапках. Что осталось? Убираем единичку. Ну, мы еще не знаем. Но сейчас найдем. Вот это уже в наших цепких лапках. Нам осталось вот это. Давайте думать. А, ну давайте половину задачи я решу, а половину вы. Вот я свою половину уже решил. То есть критики тоже сочетались только в Афе и 13? Не нужно? Нет. Смотри. Вот. Смотри. Значит, вот у нас все карты делятся на тузов. Их 4 штуки. И нет тузов. Нет тузов, их 48 штук. Соответственно, вот в этом варианте я что должен сделать? Я из тузов должен сколько взять? Одну. Одну штуку. А из нет тузов сколько надо надыбать? 12. 12 штук. Вот. Я знаю, что есть, тут есть ц из 4 по одному, то есть 4 варианта, кого взять. Либо туза пик, либо туза крестей и так далее. И здесь есть ц из 48 по 12 вариантов. Сколькими способами можно взять 12 нет тузов из 48 нет тузов? Что надо сделать с этими двумя количествами? Хочу перемножить, хочу не сложить. Ну и что, что одновременно? Ну, я бы сказал, да, что меня выбор туза никак не ограничивает в выборе нет туза. Если я выберу туза пик, то я волен выбрать любых 12 из 48 нет тузов, да? Если бы выбор туза меня как-то ограничивал, да? Ну, например, при выборе туза нельзя там выбрать нет тузов той же масти, допустим, да? Если бы эти выборы были связаны, то нельзя было бы умножать, да? То есть здесь важно, что вот выбор, сделанный в тузах, он меня никак не ограничивает в выборе нет тузов. Вот это важный момент. Поэтому я их действительно умножаю. Каждому выбору туза соответствует куча выборов нет тузов. Поэтому здесь находится С из 4 по 1 умножить на что? На 48, да? Да, согласен. Ну и, соответственно, я арифметику дорешивать не буду. Вот это вот, типа, нашли. А дальше числитель есть, не знаю, это ли есть, посчитали. Вот. На сегодня все. И вот это домашнее задание я вышлю в чатике. Ну, там про условную вероятность, ну и дорешать что-нибудь сложненькое из того, что было. Окей? Все на сегодня. Ну, потому что у нас действует... Если что? Ну, вот вы сказали, что мы можем оберемножить, потому что по родному не влияет на такое. А если бы влияли на школу? Ну, если бы влияли, то думать надо было бы. То есть, если бы у тебя, скажем, не тузов надо было бы выбирать, скажем, той же масти, то выбрала одного из четырех тузов, да? А дальше у тебя выбор ограничился. Ты обязан взять 12 карт той же масти. А той же масти их осталось всего, опаньки, их осталось всего сколько штук? Из 48, собственно, там 12 и осталось карт. И ты их все обязан взять, то есть, на один. То есть, выбор, важно, что никак меня выбор здесь не ограничивает здесь. А если бы ограничивал, ну, надо было бы сказать, как ограничивает. Без этой дополнительной информации мы бы не решили. Пожалуйста, вопрос. А вот у нас у вас на сайте книжки Вики написано в формуле, что есть какая-то оценка для семинара. Да. А как это старается сейчас? Ну, вот решим. Пока сейчас, пока прошу. Ну, да, придумаем, что-то. Там маленький вес. Да, начинка, 0,01 вещества. Да, да, да.